да и вот сейчас я тебе хочу сказать ты мне написала там письмо что как сделать так что твой сынишка играл там на балалайке и очень здорово и ты как мама беспокойная что он там очень нервничал и как-то подергивал головой как сделать так чтобы он не подергивал головой я смотрю запись ничего не подергивает прекрасно играет и очень тебе поздравляю какую тебя замечательный сынишка как прекрасно играет на балалайке ну ты как его научила этому и во первых скажи о себе и сыграй нам полминутки на о чем ты играешь аккортионе играй чтобы все с тобой лучше познакомились сыграя потом я отвечу на вопрос как сделать так чтобы дети меньше нервничали во время экзаменов и лучше их сдавали ммм 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 Ребенка сюда. Их нету. А, ну хорошо, мы так поговорим. Скажи, пожалуйста, что значит он нервничал во время экзамена? Дело в том, что мы все музыканты. Я музыкант, моя сестра, моя дочка и мой сын. Мы музыканты. И я не понаслышке знаю, как волнительно выходить на сцену, особенно на конкурсах. И как бы мы ни готовились, и как бы хорошо не было выучено произведение, хоть на десятку, волнение съедает, если не половину, то большую часть всей красоты музыкального произведения. Я поднимала много литературы, чтобы узнать, как побороть эту эстраду, боязнь эстрады. И не нашла ничего толкового вот в этих сборниках. И поэтому обратилась к вам за помощью, стала выполнять метод ключ сама. Но вот пока еще не знаю, как применить это для моих детей, чтобы убрать волнение. Значит, в ключе есть приемы, которые снимают нервно-мышленные зажимы. Если снимать нервно-мышленные зажимы, это значит раскрепощаться, быть уверенным, снимать тревожность, чувствовать себя свободно. И вот сейчас я скажу, что нужно сделать для ребенка перед тем, как сдавать экзамены. Это надо готовиться заранее, за несколько дней до экзамена. Надо, первое, чтобы он представил себе в удобное для себя время, чтобы он представил себе, что он сейчас играет на экзамене. Так, это первое. Еще раз повторяю. Представить себе, что он играет на экзамене. И в этот момент понаблюдать за собой, какие ему действия хочется совершить, чтобы снять волнение. Кому-то хочется кулак сжимать, кому-то хочется плечи расправлять, кому-то хочется покричать, кому-то хочется поплакать перед экзаменом. ТОТОГО – это антистрессовая подготовка. Это обретение уверенности в себе на случай экзамен. Итак, он, допустим, садится, делает те движения, которые делает на экзамене, представляя себе экзамен. И в этот момент, например, дергает головой, допустим, или сжимает плечи, и это ему мешает. И это надо превратить в упражнение. Значит, за несколько вечеров или днем, когда ему удобно. Он садится, начинает делать движения, как будто играет на экзамене. Вот так дергает осознанно головой. Сам, специально, как упражнение. Или сжимает плечи. Когда он несколько вечеров до экзамена, воображая себе, что он играет на экзамене, будет делать специально вот так, но в время экзамена он будет чувствовать себя свободно. Потому что он уже превратит вот это действие в осознанное действие. Он уже будет его контролировать. И поэтому он там будет играть свободнее. И пойдет на экзамен увереннее. Таким образом, когда человек превращает то, что он делает инстинктивно, когда он волнуется в упражнение осознанное, у него раскрывается сознание и внутренняя уверенность. Появляется свобода. Повтори, пожалуйста, то, что я сказал своими словами, чтобы мне было понятно, насколько я правильно донес. И насколько я это поняла. Чтобы все, которые смотрят наш ролик, тоже поняли. Повтори, пожалуйста, то, что я сейчас говорю. Предположим, у нас намечается концерт или экзамен. Любой. И, значит, накануне, за несколько дней, или, может быть, всегда это практиковать надо, как будто бы ты сидишь уже на сцене. Вообразить, что ты уже на сцене. И играешь свое произведение. И что вот в этот момент хочется делать? Что хочется делать? Он представляет себе, что он играет там уже на сцене. Да. Делает, имитирует эти движения. Если он там на балалайке играет, значит, он, воображая себе, что он на сцене, делает эти движения. И добавляет туда те действия, которые у него непроизвольно происходят. И теперь получается, что он их имитирует, играет роль. Ну, дома. Ну, да. Но я это замечала, что когда вот он сидит, играет дома, он любит вот так качаться, вот так вот какие-то движения делать. Я говорю, зачем ты так делаешь? Сиди спокойно. Потому что постреляемые движения снимают напряжение. Он непроизвольно, инстинктивно делает упражнения в волна. Если кто хочет, может взять, посмотреть. Например, целебный ролик «Помоги себе сам». Там есть ключевая волна и ключевое дыхание, которое делает ключевое дыхание 1 минута и ключевая волна. Когда человек раскачивается и переживает, о чем он переживает. И у него снимается лишнее напряжение. Давай еще раз. Да, значит, перед выступлением или перед концертом мы воображаем, что мы сидим на сцене. Ребенок должен вообразить, что он сидит на сцене. Играя, исполняя свое музыкальное произведение, можно добавлять то действие, которое ему хочется. К примеру, у меня еще дочка любит вот так положить голову, вот так вот поиграть. Поэтому за несколько вечеров до экзамена она сядет, положит голову вот так, будет имитировать, как будто она на самом деле там играет. Да. И при этом, когда она несколько раз так поделает имитацию, сыграет эту роль, то она на экзамене уже будет лучше владеть собой. Поняла. Благодарю вас. Ну, давай еще раз. И мы завершим это. Ну, когда ты слушаешь, ты еще раз сыграешь. Да. Значит, перед экзаменом мы имитируем, что мы находимся уже на сцене. Играем в свое музыкальное произведение. В это время можно делать любые непроизвольные движения. Качаться, ложить голову, иногда подвывать что-то там себе, ногой потопывать. В общем, все, что хочешь. Да, да, да. И столько, сколько хочется по времени. Правильно. Таким образом, инстинктивные движения мы превращаем в осознанные упражнения. Упражнения. Поняла. Становится антистрессовая подготовка перед ответственным событием. Поняла. Спасибо тебе. Ну, сыграй еще раз на фоне. Спасибо. 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 Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. И давай договоримся так. Когда произойдет то, о чем мы говорили, и когда произойдет следующий экзамен, ты снова приходи к нам в гости и расскажи, как все это произошло. Хорошо. Спасибо. Благодарю вас. До свидания. И детям. До встречи. До встречи. Так, как выйти? Выйти. Продолжение следует. Спасибо.